Привет народ! Всем привет! Ну что, мы приехали на ВДНХ, где проходит выставка охота и рыбалка. Сейчас будем что-нибудь вам показывать интересное. Ну что, ребят, мы приехали, уже прошли на выставку. У нас вот такие бэджи участников. Как мы их получили, мы вам точно не скажем. Сейчас покажем вам что-нибудь интересное. Пошли ставим. Малёк и щуки, ребят. Ах, ну купить так уже один раз, и вывод я нахожу. Очень хорошая вещь вот эта вот для Астрахани вот эти вот приманки. Очень хорошо работает на судака. Вот такая пчёлка, вот эта вот пчела работает очень хорошо. Вот, российский гуртолор тоже неплохо работает. И белая с чёрным в основном. Такая вот тоже история. Очень рабочая тема для Астрахани. Вот так, ребят, даже на российский флаг судак лучше берёт. Ребят, сейчас мы подойдём к стенду сапоги Элла. Посмотрим, что у нас тут нового есть. Мишки, Мишки, присматриваем новые сапоги. Да, народ. Я присмотрел себе уже один. Вот он. Вот это вот мой размерчик. Вот Мишкин размер как раз. Я люблю всё. Интересно, они... Не, они дипс, да? Да, они белые. На ногу не одеть будет. Зато в нём можно жить. Ребят, вот мы подошли к стенду, где продают живую приманку червь Дендробен. Посмотрите, какие зелёные. Всё, ребят, я знаю, это апокалипсис. Ну сколько стоит такая коробка? 100 рублей. 100 рублей. Кстати, мы завтра на рыбалку едем. Да. Давайте-ка мы, наверное, купим, попозже подойдём и купим себе. Мы же завтра едем на фестиваль «Русская рыбалка». И там как раз их и опробуем, что получится. Мы к вам попозже подойдём и обязательно купим. Пойдём дальше. Ребят, шли-шли и не могли не остановиться. Ха, казино, ёлки-палки. Я-то думал, сейчас денег дам и мне денег дадут. Нет, говорят, не надо никаких денег. Колесо крути, мы тебе сами полный карман вот сюда прямо насыпем. Всё нормально будет. Но разыгиваются не деньги, а купон. Я понимаю. Так что приступаем к «Русской рыбалке». Пусть оттуда будет на вашей стороне. Здесь оттуда до двух тысяч рублей. То есть максимальный выигрыш – две тысячи рублей. Чуть больше будем проводить тротик, чтобы отрезать призов. Два сектора вблизи, они закрыты. То есть тоже будет у вас шанс выиграть приз. Надеюсь, на лучшее. Может быть. Пригрыть. Пригрыть две тысячи рублей. Приз, 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 приз. Тысяча рублей. Ну что, второе место среди всех призов. Мне определенно сегодня везёт. Вы получаете кукол, соответственно, промо-код на скидку интернет-магазине и, соответственно, промо-код 50% доставка на скидку на доставку, соответственно. Шикарный. Шикарный. Прекрасную наклеечку. Оп-оп-оп. Держите. И ручку. Будете писать и о нас напоминать. Отлично. И записывать заказ, что вы хотите. Показать на скидку интернет-магазине. Спасибо большое. Товары для рыбалки. От крючка до палатки. Отлично. Ну что, ребят, мы пошли дальше. Пусть вам так же везёт. Пока. Пока. Как правило, на подсечке, на зацепах, на попытке оторвать снасть, они изгибаются. И на морозе остаются из окна. Наши шестики покрыты специальным лаком, который не пропускает воздух в текстолит. Они на засечке до 5 килограмм выдерживают. И на морозе опять выравниваются. То есть не имеют памяти. Не имеют памяти. И второй вариант. Если у вас лёгкая делегантная снасть, выловите мелкую рыбу. Для засечки вам достаточно 20-24 сантиметров. С обычным жёстким шестиком при подсечке выше 25 сантиметров происходит разрыв снасти. Этот шестик, если он создаст деформацию обычного шестика на 10 сантиметров, поможет вашей снасть ещё на 10 сантиметров. То есть у вас будет больше шансов сохранить ни леску, ни рыбу. Самое главное – это рабочая мормышка, рабочая пыль. Безосевые катушки. Никаких кнопочек, никаких зажимных гаек, никакой оси. Чистая магнитная оси. Провите на игру. Занимаетесь активным поиском рыбы. Ладошкой держите палец катушки. Ходите, играете. Садится мелкий округ. Потом садится крупная рыба. Вы понимаете, что сейчас может произойти обрыв. Вы просто расслабляете ладонь и катушка включает фрикцион. Угу. Снимает. Устравливает. Устравливает аккуратненько. По шестику, смотрите, успокоилась немножко. Бросили и начали. Очень удобно. И самое главное – попала леска под катушку. Мороз. Минус 10. Пальцы и так замёрзли. Пытаетесь открутить. Достать. Упало. Ничего не нужно делать. Просто взяться за леску и помочь катушке немножко вернуться на леску. Интересно. 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 Ну что ж, ребят. Я думаю, у нас в арсенале появятся такие удочки. И сейчас мы вам ещё расскажем вот про такие удочки. Самоловные. Ленивые. Включается. Включается. Выключается. Одновременным нажатием на кнопку плюс-минус. Один одиночной кнопочкой переключается режим. Длительным удержанием. В нужном режиме нужно просто отпустить. Допустим, хочу поставить в режим переменной. Нажимаю держу. Он показывает активный и начинает отсчёт с нуля. С. П. Переменной. Всё отпустил. Она сейчас и играет, и останавливается. В момент остановки она же как сигнализатор покрывает. Приезжаете на рыбалку, сверлите лунки, ставите удочку на лёд и подтягиваете леску, чтобы мормышка касалась воды. Ноль поставить. Это нулевая база. Верхними двумя кнопками делаете обнуляточку. Потом. Усправливаете лесочку. Всё. В машине. Генок. Ставим за руку обратно на лёд и подтягиваете так, чтобы чуть-чуть натянулся сторожок. Понятно. Мормышка на дне. Нижней кнопкой смотрите глубину. 3.30. Куда-то переходите. Ничего не обнуляете, но там глубина меньше. Поставили на лёд, вымотали для того, чтобы натянулся сторожок. И опять посмотрели глубину. 3.10. И точно так же попали на ямку. Когда ищете вот особенно контрольные точки свала. Всё. Вы этим раз обнулили утром. Она так же вышла. Где-то пришлось ещё сбросить. Всё. И опять посмотрели глубину. Опять. Это что касается глубины. Всё. Через три секунды она входит в режим. Она пять секунд играет. У неё появляется двухсекундная пауза. Теперь ещё нюанс. Здесь нужно понимать. В режиме покоя узочка входит в режим сигнализатора. Для того, чтобы войти ей нужно полторы секунды. Здесь две секунды паузы. А чтобы выйти из режима сигнализатора ей нужно опять полторы секунды. Если уверены в размере рыбы. То, что не превысит там большой экземпляр. Можно воспользоваться стопором. Чтобы она не работала. Если знаете, что есть крупняк. И там при подсечке он может рвануть леску. Лучше стопор не закрывать. Чтобы она фрикционно включала. Влага защищена. IPX67. Влаги не боится. Но если в лунку упадёт. Но лучше достать. Положить в карман. Приехать домой. Высушить её. И она будет дальше. Многие говорили, что после падения в воду она продолжала нормально работать. Но здесь также магнитный. Температурный режим. Ну да. Тоже можно. С утра приехали. Температуру посмотрели. Минус 10. Начинаете пробивать тонный слой. Продолжается лайфай. Допустим, резко пропадает. Ва время. Допустим. 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 Плантон начал подыматься вверх. Смотрите температуру. Минус 6. 4 градуса. Каждый градус, как показалось, это где-то 7-8-9 сантиметров. 4 градуса значит сантиметров 30. Включили глубиномер. 30 сантиметров подмотали. И оставляете в игре без проводки. Точно в этом слое. Если сразу происходит поклёвка, значит здесь рыба активна. Можно начинать играть там. Пилить. Крутить. Ну и опять говорю. Если у вас есть с собой запасные катушки. К этой удочке. Берёте дома. Наматываете леску. Допустим. 0,08. Мягенький старожок. Маленькую мормушку. На вторую катушку. 0,12. Можёстчий старожок. Блёсеньку. Играете на мормушку. Но не берёт. Не хочет всего этого. А вы хотите, допустим, там уже опушка поработать. Вы просто снимаете шесть. Убираете катушку. Берёте новый набор. Одеваете на него новый старожок. Ставите катушку. Заводите леску в канал. И возвращаете его на место. И у вас готова снасть уже спасена. Ничего не нужно отрезать. Ничего не нужно. Перематываете. Бывает. Не хочу. Если три часа у вас не прошло ни одной поклёвки. Вы за три часа не нажали ни на одну кнопку. Она выключится автоматически. Подумает, что вы её бросили в ящик и забыли. Питание. А за счёт чего она производит? Деформация без электрической пластины. Когда на неё попадает микрокоп. То есть, не моторчик и ничего нет. Никаких экстендеров. На температуру тоже. До минус тридцати градусов. Если соблюдать температурный режим в минус десять, она может проработать без остановки три с половиной месяца. Без остановки. То есть, если даже посчитать. Интересная информация. Сто дней. Если вы за зиму съездите в тридцать раз. То вам этого всего хватит на три года. Если вы за зиму съездите два раза. Вам хватит на двадцать лет. Но резерв батареек, как правило, гарантируется изготовителем десять лет. Это максимально. Как-то самому можно батарею поменять? Да. Батареечка меняется. Выкручиваются четыре винтика. Скрепляющие корпус. Снимается. На батарейном отсеке находится шесть винтов. Их выкручиваете. Снимаете крышку. Меняете батарейку. И желательно покрытие любым отталкивающим веществом. Литол. Вазелин. Солидол. То есть, все что угодно. Материал свинин и ПВХ. Материал свинин. Специально сделана широковатая поверхность. Чтобы при подсечке, когда уточку ограсывается в сторону, она намокает. Чтобы она не скользила. Ну и как я уже говорил. Наши фирменные шестики. Вы по нашему зиму на засечку до пяти килограмм. Тонкую снасть тянуть. Да. Если поставить леску там 0,3. Естественно, поставить там хороший кусок. В любом случае, если кто-то может сказать, что сломается механизм. Вы засечку поднимаете до уровня лица. А потом делаете подхват лески. Выбрасываете удочку. И вываживаете на руку. Поэтому если говорят, что мягкие и не подходят. Я хочу сказать, что наши шестики частично являются, скажем так, большими кивками. Потому что проводку можно делать не только с запястьями, не только кивками. Также можно делать лёгенькие кладыковочки. Высокий уровень. Бывает рыба может идти 10 сантиметров за песком. Бывает 20 сантиметров. За волонтером может до полутора метров подниматься. И, естественно, сохранить красивую игру. Подняв кашеголовку вы не сможете. А под дыкровочку, то есть, еще чего-то всегда нужно поднять вас. Так что, ни хвоста вам, ни чешуи. Удачи в рыбалок. Встретимся на водоемах. Как мы видим, что дыхание. Поехали в офисе. Ну, я сейчас... Ну, нормально. У меня еще в офисе. Да. Ребят, сейчас мы переходим в павильон, где представлена различная техника, лодки и прочие приятности. Вот так, ребят, лодки, моторы. Еще столько нет. Мишки нету. Мы ищем здесь то, чего здесь нет. То, чего забыли привезти. Да, так есть все. Но пока не нашли. Вот такие три циклы. Урахус. Вот, ребят, аэросани. Примерно то, что мы хотим в нашем проекте сделать. Только будет гораздо меньше такая капсула спасения. Вот у нас руки когда дойдут, мы обязательно это сделаем. Пилец мини три. Какая конструкция. Интересно, девушка идет в комплекте к этому везде ходит? Нет? Ну вот. Очень жаль. Это девушка-то пилот. Понятно. Что тут у нас стоит? Обычай не приехали. Вот такие, ребят, моторы-болотоходы. Ребята, вот мы ходили по выставке и смотрите, что обнаружили здесь. Да-да, это тот самый гриль, на котором Гена Йети сожрал все бараньи ребрышки. Вот так вот. Не знаешь, где что встретишь. Очень-очень полезно. А еще и вкусно. Приятного аппетита. Ну что, ребят, попробуем. Чуть-чуть маленький такой. Не, не съем я это. На птички. Какая движуха. Как увлекательно. Мы к вам попозже зайдем в кухню. Накал страстей. Я крайне доволен, удивлен. Обилием ассортиментов всяких разных крючочков, блесенок. А еще нас позвали на ужин этих есть опарышей в кляре. Мы думаем. Мы думаем. Удочка. Что там? Все нормально все. Все хорошо. Главное. Добует. Не, оценивается. Добует. Жесть. У меня из-за отета нет. Шарик очевиден. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Чик-чик-чик Он говорил, что мы рыбу не ловим Ловим мы рыбу Мы даже там, где она не ловится, ее ловим Спасибо, что ты досмотрел наше видео до конца Если понравилось, ставь лайк Также мы хотели бы тебе порекомендовать Следующие ролики Вот это для тебя подобрал YouTube Вот это наш самый последний новый ролик И вот это мы рекомендовали бы тебе посмотреть сами Если ты еще не подписан, обязательно подпишись Вот здесь, нажми на кружок Спасибо, пока